Так, закрываем все глазки. Скажи, пожалуйста, как у тебя сейчас с твоей деятельностью? Ты же с клиентами работаешь? У меня сейчас даже, видишь? Чуть громче солнце, полуопочим. Так, слышно? Чуть-чуть погромче. Ты на громкой связи? Да, я в наушниках не знаю. А давай с наушников уйдешь на телефончик? У меня полная уже связь. То есть просто на телефон ты не можешь уйти? Ни на громкую связь, ни на наушники? А, сейчас, подожди. Да, просто микрофон будет лучше наверняка. Я хочу, я хочу, я хочу, я хочу. Да, я хочу, что сейчас слышно. Ну, хорошо, ладно. Сейчас убираю наушники. Так, убрала наушники. Так, лучше слышно? Да, вот сейчас лучше слышно однозначно. О, все, вот я тут, я тут. Супер. Так, ты сейчас клиентами работаешь? У меня сейчас, я сейчас вообще по нолам. У меня нет ни клиентов, ни заработка. Вот уже месяца три, даже может быть четыре. Вот такая байда какая-то. Я ничего не хочу делать. В общем, у меня что-то тут вот такое творится. Скажи, а что произошло? Почему ты так устала, что закрылась от клиентов? Даже не знаю почему. Вот я вот тут кучу всего и проработала, и так и так у меня отбилось желание выходить в эфиры, хотя я так любила выходить в эфиры. Вообще, я не знаю, что происходит. Столько материала, я прошла столько учеб, у меня столько всего можно людям дать, а я сижу на этом, как этот хомяк. А что у тебя там аж до тошноты такое? Простите, прям немогож. Да, 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 самой вот так, да. Ну, наверное, то, что я написала, я не хочу работать больше за 500 рублей, вот. Потому что я отдаю много, а в ответ, а вот, знаешь, вот я сейчас. Я сейчас прям поняла, даешь, рассказываешь, делишься, а в ответ нет вообще реакции, то есть они даже обратную связь не дают. То есть у меня сегодня эмоция на тебя, да, поднялась, видимо, когда я, как там Владимир выдал, что я раскачала энергию. Я что-то, я что-то не это самое, ну, упустила, по-моему, я там вышивала, я меня вышивала, и поэтому я пропустила. Давай тогда про другое сделаем на скобку. Скажи, пожалуйста, твое отношение сейчас к тем клиентам, которым ты даешь все, а они сидят и ни черта не делают. Вы скажите. Ну, злит, конечно. Особенно злит и бесит то, что люди прошли за отзыв, да, сессию, получили результаты. Я бы так сказала, запись останется, я скажу красиво, офигенными результаты. Ну, например, за два месяца у одного человека проявлено не так поперло, что с 14 тысяч подписчиков за два месяца она увеличилась до 45 тысяч. Ни слов тебе спасибо, ни тебе чего. А вот она тебе написала? Нет, нет, нет. Вторая вообще ушла, там, какие клиенты к ней поперли, там, с телевидения, с центральных каналов, то есть, ну, тебе опять же спасибо, ни тебе чего. И таких у меня хреновая тучка набралась. То есть, тоже отзыв даже не написала, да? Да, да, одна мне через год видеоотзыв записала, а я его послушала, я так и не поняла, о чем видеоотзыв. А то, какая я хорошая, я и так знаю, что я хорошая. Скажи мне, пожалуйста, для чего ты притягиваешь в свое пространство таких клиентов, которые, таких людей, которые бесплатно возьмут, но сами ничего делать не будут и не готовы заплатить за результат? Даже не знаю. Давай, глазки закрыты. Я бы там уже... Закрыты глазки. Каждый из вас отвечает себе на результат. Почему вы делаете действия, да, и сами отказываетесь от результата? Это сейчас такой вопрос ко всем. А к тебе? Зачем ты притягиваешь в свое пространство людей, которые не готовы платить за результат? А за что они вообще готовы платить, скажи мне? Вот что приходит первое на голову? Ну, ни за что. Да, они просто ни за что не хотят платить. Зачем тебе такой опыт души, что тебе нужны люди, которые не готовы платить за результат? А мне сейчас так стало плохо внутри вообще от этой фразы. Угу, прям все в жалости. Но ты выбрала их сама, понимаешь? Ты выбрала пройти этот опыт. Для чего? Чтобы быть хорошей? Нет, там не совсем. Не про хорошее здесь. Скажи, ты уверена, что твои техники, практики дают результат каждому? Ну, те, кто ко мне приходят, да, дают. Ко мне же не все приходят. Смотри, естественно. Еще раз. Те, кто к тебе приходят, ты даешь результат каждому. Это доказательство того, что твои техники работают. А теперь, внимание, даже для безнадежных людей. Для каких людей? Для безнадежных. То есть ты можешь умыть безнадежных. Вот знаешь, вот безнадежные, что такое безнадежные? Это люди, которые, у них нет надежды, что у них нет веры. Нет веры, нет надежды. Это все добродетели. Это люди, у которых не раскрыты добродетели веры в себя, в своего наставника, что у них может жизнь измениться. Это люди, которые приходят ко многим мастерам и доказывают им, что их практики не работают. А к тебе они пришли, чтобы ты им доказала, что практики работают. Вот очень похоже тоже на меня, когда я в ясновидении доказала, да, и в тетехилинге, что 98% людей, обычно статистика меньше, да, если мы берем среднестатистическую такую больницу, то мы доказали, что техники работают, практики работают, и люди получают результат. И однажды мой учитель высказала такое намерение, что я могу... Сейчас, понимаешь, это вообще 5-6-летней давности мысль сейчас появилась на тебя, что я могу обучить каждого. А у тебя я могу, да, дать результат каждому, то есть я докажу, что мои практики работают. Это от меня такая идет... Энергия, да. Интересно как, я об этом даже не думала. Внутри оно, видимо, так, да? Ну, я говорю, аж до тошноты у тебя от всех людей, безнадежных таких. Еще раз, безнадежные, это не то, что он там какой-то пропащий, да? Да, да, это так. Это человек, у которого не раскрыты добродетели. Для чего тебе нужно доказать через людей, для самой себя, что твои практики работают? В чем ты там сомневаешься? Вот это я сейчас инсайт получила, могу. Поделись. Ты гений. Спасибо. Спасибо, видимо, сегодня у меня тоже эта энергия мне полезна. Доказать, что в моей практике, видимо, работа для всех. Я сама себе говорю, что мои практики, которые я для себя делаю, вот, которые для себя, я особо их не даю людям. Потому что это энергетические практики. Я прям чувствую, что они не работают. Что они не работают? Да, мои практики энергетические. Не расстановки, там, не РКТ, не... Еще раз, еще раз. Инструменты, да. Подожди, еще раз, видимо, я что-то упустила. Вот, давай, сейчас я тебе... Да, еще раз. В моей голове и в моей душе последние несколько месяцев, может, даже полгода, присутствует такая уверенность в том, что мои практики, которые я делала 20 лет, перестали работать. Но я их делала сама с собой. Я с людьми их не принимаю, ну, не делаю, как бы, с клиентами. Но вселенной-то по барабану какие практики не работают. Я же говорю практики, я же не уточню. Это я тебе сейчас уточнила, какие практики не работают. Я даже не поняла, чтобы ты понимала, да? Я даже не поняла, о чем ты, что значит не работать. Ну, на самом деле, интуитивный интеллект создан был, и я об этом говорила. Это соединение всех знаний, которые есть в нашем ДНК, которые есть как информация в пространстве, в поле. Все, что сейчас многие мастера говорят, что это не работает. Как это соединить с энергиями нового времени, такой произвести апгрейд и перезапустить это, чтобы это работало для всех? Нету такого, что практики не работают. Где ты услышала, что у тебя, что сейчас практики не работают? Нет, я вдруг на себе почувствовала, что мои упражнения, которые я делала, вдруг они как будто перестали работать. Да, а теперь поскажи мне, пожалуйста. Я прям так уверилась в этом. Да, но эта тебе мысль, она откуда-то пришла. Ты просто так на себе это почувствовать не могла, потому что зеркальные нейроны работают таким образом, что мы это должны увидеть были у другого человека, чтобы подумать, что это у меня не работает. Не работает это по-другому, только через других людей. Наверное, где-то цепануло, да. Где? Делай глубокий вдох, выдох. Каждый из вас делает глубокий вдох, выдох. И разрешите себе знать, для чего вы не даёте себе возможность принять всю ту информацию, которую я вам даю. Почему вы считаете, что для вас это не работает? А ты сколько месяцев назад, по ощущениям, ты... Ну, полгода. Да. Это у нас, сейчас тебе скажу, это лето где-то было. Побольше, чем полгода. Может, раньше, да, может, да, может быть. Скажи мне месяц. Месяц, когда у тебя появилась, или ты услышала, или появилась мысль. Да, появилась мысль, или она у тебя... Мне кажется, что это в конце весны, может быть, даже май. Май идёт, да. Мне кажется, да, по ощущениям. Там идёт апрель-май, и там идёт какой-то перекос. И что там такого произошло в твоей жизни, что ты... Что вот эта мысль у тебя зародилась, не работает? Ну, у меня там произошёл конфликт финансовый, где я сама не смогла себе помочь. То есть я материально смогла себе помочь, то есть мне там всё выплатили, всё разошлись. А вот эмоционально, энергетически я очень сильно тогда провалилась, и сама себя, как обычно, не смогла вытащить. Да, смотри, как обычно, я сама себя, как обычно, не могу вытащить. Это вообще целительские обеты. Мы больше берём в ясновидение прорабатывать, но, видимо, в индуитивный интеллект тоже придётся включать. И теперь посмотри, пожалуйста, там зародилась мысль, что больше... Как будто у меня есть такая нехватка, что больше я не могу создать. Создать чего? Чего ты там не можешь создать? Создать? Создать чего? Создать, да. Ну, если ты по финансам провалилась, говоришь, то чего ты не можешь создать? Да. Ну, вот не могу создать себе, не знаю, приход клиентов. Приход денег. Да, а деньги приходят через клиентов. Да. Всё верно. Да. Всё, вот там случился перекос, что у меня больше нет ни клиентов, ни денег. Да, ни сил. И сил. Ну, и сил. Ещё и добавок, да. А сил не будет, потому что не будет ни клиентов, ни денег, понимаешь? Ты должна получать удовольствие от своей работы. От любой работы, которую вы делаете, вы получаете удовольствие посредством получения денег. Да, я без удовольствия вообще не могу. Хорошо. Для меня это очень важно. И если у тебя там включилась программа, что для меня нет клиентов, нет денег, то нужно было что? Заблокировать себя, чтобы это так и проявить в твоей жизни. Дышим. Что произойдёт, если в твоей жизни начнут появляться клиенты и начнут появляться деньги? Как твоя жизнь изменится? О, я опять буду весёлая. Да, да, хорошо. Опять будешь весёлая. Я опять буду радоваться. Да, я прям с удовольствием готова. Климентам, которые готовы платить, готовы давать всё, что им надо. Смотри, это про ценность, про то, что я ценю ту деятельность, которую я делаю. Это руками, ногами, ртом, головой, чем угодно, да. И теперь посмотри, пожалуйста, чему... Не дает ещё, Марго, дорогая, ещё один инсайт. Давай. Ну ты гей, я же я знала, что мне надо бросить Пискарёва и прийти к тебе сейчас. Спасибо, дорогая. Расскажи нам инсайт, это мне больше интересно. Инсайт, знаешь, какой? О том, что... Не ругайся, давай-давай. Он улетел. Я его поняла, и он улетел. Давай, закрытые глазки. Я разрешаю себе... Разрешаю себе. Да что ж такое, прям... У тебя, знаешь, вот я вот тебя чувствую всю. Что за блок у тебя в горле? Ты понимаешь, что ты даже рассказать не можешь. То есть заблокирована речь, заблокирована информация. Разреши себе прямо сейчас все запреты, блоки рассоздать, высвободить из твоего тела. Разреши запреты, блоки, обиды. Разреши запреты, блоки. Я прошу для Аллы снять все запреты на разглашение информации, на проявление, на произношение информации, на знание. Я вспомнила? Да. Я готова давать, ну то есть я готова давать людям бесплатно, только то, что я готова им давать. Все верно. Я не готова им давать бесплатно то, что они от меня хотят, ну то есть решать их полностью, менять им полностью жизнь за бесплатно. Все верно. Я не готова. Скажи мне, пожалуйста. Только готова давать, что могу и хочу. То, что хочешь. Это мое право. Да, естественно. Те люди, которые считают, что особенно мастера обязаны помогать бесплатно, можете открыть дверь и пойти лесом. Это мое мнение такое. Я точно так же даю бесплатно только ту информацию, которую считаю нужным дать. И то, что условно я вижу, чувствую в пространстве. Что я должна это дать. И это будет максимально полезно и продуктивно как для меня, так и для тех людей, которые ко мне придут. Я хочу работать только с теми людьми, которые хотят изменений. А вот все эти бесплатные, да, пожалуйста, дверь открыта на выход. И почему-то, да, есть мнение о том, что мастера должны помогать бесплатно, а колбасу почему-то вам, ну, вы идете и покупаете за деньги. Вопрос. А что одно от другого отвечает? Я сегодня вам задала вопрос. Вы готовы работать бесплатно? Так, если вы не готовы работать бесплатно, почему другой человек должен работать на вас бесплатно? Либо вы договариваетесь по бартеру, но это все еще не бесплатно. Да, это не бесплатно. Здесь мы ценим и можем оценить время и деньги, ресурсы, которые были затрачены по бартеру, например. Очень многие говорят, что вот это по бартеру бесплатно. Нет, это не бесплатно. Нет, это не бесплатно, я согласна. И поэтому у тебя на что закрылось? То есть ты просто не хотела работать с людьми, которые хотят от тебя получать бесплатно, а закрылась от всех? Да, просто открылась от всех. Потому что основная масса, которая сейчас возле меня, это те, которые хотят либо бесплатно, либо за 500 рублей, чтобы я им сразу все поменяла. Всю жизнь сразу. Да, это просто невозможно. Да, это те, которые хотят волшебную палочку. Волшебная палочка есть, но это метод работы с подсознанием. Это метод. Вот волшебная палочка – это тогда, когда вы получаете метод и работаете по нему. И это та волшебная палочка, которая вас может привести к результату. А вот эти, ну, как бы, извините, я смеюсь, у меня у самой есть эти техники, но я просто глубину вам хочу показать в своих техниках, потому что у меня техники идут с практиками. Если просто даем технику, и в коучинге такое есть, я коучинг изучала, да, у меня было банкротство 10 лет назад, и там чуть побольше уже, в 12-м году было. И вот эти вот техники, когда там привяжи веревочку, притяни денежку, да, и будет тебе офигенно, хорошо. Дальше у меня обычно трехэтажный мат, потому что не работает так, понимаете? Просто не работает. Работает только комплексный подход. Сколько бы вы там на ниточку, на веревочку, на палочку, на веточку это все не притягивали, только одно можете притянуть. Оно лежит на природе. И этим часто делитесь вы тоже каждый день в туалете. Поэтому здесь нужен комплексный подход. Нужно с этим работать. Деньги – это то материальное, что очень легко можно воспроизвести. Легко, но через других людей. И когда вы не воспринимаете других людей, когда вы обесцениваете работу других людей, но при этом сами не готовы бесплатно работать, как вот мы сегодня выяснили, идет энергетический перекос, идет дисбаланс. Когда есть дисбаланс, денег заработать очень сложно. Нужно уметь выстраивать связи. И нужно входить туда, где капец как некомфортно. Где вообще не ваша аудитория. Очень часто мы продаем сами себе. Об этом я говорю в мастере, когда мы говорим, мы продаем сами себе. Это тоже не то работает. Но чаще всего и больше денег платят те люди, которые капец как вам не нравятся. Вот сегодня я вообще вам могу не нравиться. И плевать. Потому что я работаю сегодня. И это мое желание вам дать эту информацию. И дать ее через тех людей, которым это сегодня необходимо. Либо вы возьмете это и пойдете со мной дальше. Ну, либо не пойдете. Значит, нам не уйти. По крайней мере, в этом курсе. Где трудности, там возможности. Где трудности и препятствия. Там ресурс. Там раскрывается ресурс. Где злость, агрессия. Там тоже это можно раскрыть как ресурс. Вот и все. И теперь посмотри, пожалуйста, в тему того, что я не хочу работать с людьми, потому что они меня обесценили. Я не хочу больше давать информацию. С какими людьми ты не хочешь работать? И мы сейчас сделаем отсечку целевой аудитории. Я не хочу работать с людьми, которые хотят в волшебной пилюле, которые хотят, чтобы за них все поправили в их жизни. Давай так, халявщики. Халявщики, да. Все верно. Чтобы за них. А с кем ты хочешь работать? Я хочу работать, ну, как вот ты только что сказала. Да, мы продаем сами себе. Да, с такими же, вот как я, которые, когда возникает что-то, проблема, идут ее и решают. Идут и платят деньги. И решают. Либо бартер. Вот я 8 месяцев сейчас в проработках, очень таких сильных, каждую неделю. И где-то я плачу, где-то бартером. И у меня подвижки очень сильные. Прямо очень сильные. Смотри, а теперь сделаем мы выдержку такую. Я хочу работать с осознанными людьми, либо с людьми, которые готовы осознавать, прийти к осознанию, да, и получать результат. Которые готовы осознавать и получать результат. И получать результат. Да. Которые хотят решить свою проблему. Которые хотят решить свою задачу. Которые готовы решить свою проблему. Да, все верно. Я столкнулась с тем, что есть часть людей, которые хотят, хотеть и решить свою проблему. Да, которые хотят желать, но при этом ничего не делать. Да, вот хотят, хотеть. И самый главный инсайт твой должен быть такой. Это прописать твою целевую аудиторию, с кем ты хочешь работать, каких клиентов ты хочешь манифестировать. Ну, это вот то, что ты говорила Вике, и я как раз откровение получила, что это не просто прописать. Мне там, ну, что вот они должны быть точно такие, как ты хочешь. Прямо, да, выбирать не по зарплате, не по деньгам, а именно по человеку. Мы никогда по деньгам не выбираем клиентов. Мы никогда по деньгам не выбираем людей. Но мы создаем связи с людьми, которые могут меняться и готовы меняться. А энергия денег – это энергия благодарности. Это высоковибрационная энергия. Денежная энергия, она высоковибрационная. И мы можем отплатить благодарность, высказать, да, выдать эту благодарность деньгами. Это самое легкое, самое простое – деньгами. И заработать их гораздо проще, чем вам кажется. И получается, что вот я несколько лет назад еще столкнулась с тем, что моя целевая аудитория, она была не там. И мне пришлось ее расширять. И более того, я реально расширяю у меня клиенты, те, которые не в татахилинге, не в психологии. Это совершенно другие клиенты. Они никогда не ходят на мои семинары. Им передают из уст в уста мой телефон, они звонят, и я решаю их задачи. Но это не про… вообще это не… они не похожи даже на меня. Но они готовы… О, это я тоже об этом задумывалась. Да, но они готовы решать свои задачи. И готовы получать решения. И готовы захватить за работу. Да, все верно. И я никогда от них там не прошу оплаты. Они без вопросов сразу же отправляют деньги. Вот, круто. Это прям вот круто. Закроем глазки. Я прошу каждому из вас встроить в знание, понимание, как это чувствуется, когда мои клиенты есть везде. Что я знаю, чувствую, понимаю, с кем я хочу работать. И я четко знаю, с кем я не хочу работать. Я чувствую свою целевую аудиторию. И я знаю, с кем я хочу работать, например, с клиентами, работодателями, покупателями и так далее. Кто мой клиент, с кем мне хорошо и комфортно работать. Но также я принимаю тех людей, которые готовы приходить к результату, готовы платить за результат деньги. И они мне могут, например, чем-то не нравиться, моим отражением быть, моих каких-то других качеств. Но я четко знаю, что с теми людьми, которые не хотят результата, это именно про тех, с кем я действительно не хочу работать. Те, которые не хотят результата, те, которые хотят по мановению волшебной палочки. Прямо сейчас, чтобы и бесплатно, чтобы им за это ничего не было, им поменялось жизнь. Вот я знаю теперь критерии, для чего эта ситуация нужна была тебе, чтобы знать критерии твоей целевой аудитории. Класс. И ты это прожила на себе. Чтобы знать, как я хочу, через то, чтобы прожить, как я не хочу. Ну, то есть на ошибках других не учимся, да? В мастера не пришли, не знаем, что нужно делать. Поэтому на себе прочувствовала. Мастер стоил всего 35 тысяч рублей. Годовой проект. Сколько вы заплатите за то, чтобы не получить результат? Сколько ты потеряла за эти полгода? Чуть побольше. Ой, я даже не хочу озвучить. Давай озвучивай сумму, которую ты потеряла. Ну, я прям точно не знаю. Сколько ты в месяц зарабатываешь? 100 тысяч. 100 тысяч в месяц зарабатываешь больше? Я сейчас вообще ничего не зарабатывала. Ну, раньше зарабатывала в среднем. Я поняла, что все. В среднем сколько твой заработок состоял от клиентов? Тысяч 100 было больше? Было больше было. Давай 150 возьму. За полгода это почти миллион. 900 тысяч. Может быть, больше. 900 тысяч ты заплатила за то, чтобы знать, с кем ты работать не хочешь. Вместо того, чтобы прийти и разобраться по тому алгоритму, который я давала. Чтобы знать, с кем я не хочу уработать. С кем я хочу уработать. Что мне нужно делать? Я не могу как-то подсумевать вообще эту программу. Я что-то видно, где-то... Естественно, я делаю все для того, чтобы не прийти в ту программу, которая дает результат. Ну, наверное, к тому, раз я ее даже где-то не увидела. Интуитивный интеллект. Добро пожаловать. Добро пожаловать на трехмесячный курс. Буду тебя ждать. Приходи в рассрочку. Хорошо, дорогая. Большое спасибо. Запиши, пожалуйста, свои инсайты сейчас, когда будешь возвращаться к нам в чат. Пока я буду выбирать еще одного. Запиши инсайты. Хорошо. Чтобы они у тебя не улетели никуда. Не, все, они уже прям в теле. Хорошего? Прямо в теле уже. Благодарю. Благодарю. Все, обнимаю,очка. Благодарю, дорогая, обнимаю. Благодарю еще раз.